максимально стильная декоративная штукатурка матовый вельвет будем наносить сегодня в крутом оранжевом цвете материал легко моется протирается нанести сможет даже ребенок и так материал будем наносить в таком цвете очень актуально для акцентных стен наносить его можно абсолютно в любом в черном белом коричневым каком угодно цвете предварительно загрунтовали нашу стену мелким кварц грунтом и major primer материал служит для адгезии декоративной штукатуркой со стеной и так первый слой он у нас базовым и его наносим просто на толщину зерна никаких особых навыков умение это не требует даже в случае если вы где-то оставите стык большая стена ничего страшного все перекроется вторым слоем материал мы будем наносить в технике мазки его можно носить в разных техниках там карту мира расчесывать как угодно но мы наносим в технике мазки у нас будет с минимальным рисунком стена максимально стильно ярко и круто итак начнем таким вот образом ставим материал на кельму и начинаем наносить как масло материал очень податлив скажем так наносить можно как мелкие мазками так и большими я же люблю побольше нанести на стену а потом это все растянуть все нанесли и теперь начинаем лишнее с верхнего угла вытягивать с верхнего левого угла если же левша то можно начинать с верхнего правого угла от угла отходим делаем тоненькую полосочку и аккуратно отводим угол так же самое от верхнего багета итак мы нанесли жирненько материал обвели отбились вернее вокруг молдинга теперь нам остается снять лишнее если мы так и станем останутся вот эти вот полоски они потом могут проявиться через второй слой поэтому нам надо поставить кельму в одном положении и везде равномерно снять то есть не так не так если будем так он будет тянуться если будем слишком он будет сдирать то есть нам вот угол должен быть не знаю сколько это градусов 18 наверно и вот так вот ставим и тянем везде по всей плоскости очень важно тянуть надо не ровно а немного вот этот носик скажем так загибать тогда у нас остается полоса только снизу и мы будем снимать дальше так идти горизонтально у нас все будет равномерно также это можно делать сверху вниз снизу вверх как вам удобно как вы привыкли и все сейчас мы это все проделаем с оставшимся отрезком образца и покажем вам конечный результат первого слоя итак наша стена уже полностью высохла уже она смотрится очень интересно матовая такая однородная поверхность с минимальным рисунком ее можно делать в один слой но мы делаем в два чтобы стена была вообще идеальная и имела такой бархатистый эффект так наносим второй слой точно таким же образом как мы наносили 1 единственное что я рекомендую второй слой наносить чуть-чуть гуще для того чтобы материал чуть постоял впитался поверхность и потом будет очень интересный рисунок максимально приятный нанесение материал очень нежный на второй слой я взял кельму чуть побольше потому что у нас техника будет делаться мазками чтобы не мельчить чем больше кельма тем меньше мазков соответственно нанесли жирненько материал теперь отработаем все углы сверху тоже кельму ложим как бы сдавливаем материал поверхность если я поставлю его так я сниму весь слой поэтому наносим плавненько таким щадящим углом вот это называется стык то есть он всегда у вас должен быть мокрый особенно на большой стене потому что если он высохнет и вы начнете наносить нижний слой нижнюю часть вернее тогда этот стык будет виден поэтому он всегда у вас должен быть мокрый то есть вот просто подошли подмочили его до пошли дальше себе мазать задача этого материала второго слоя максимально наносить равномерно чем у вас равномернее слой тем у вас правильно и равномерно сохнет стена и вы можете работать с рисунком столько сколько это потребуется не спешить скажем так углы можно делать пателем потому что у кельмы закругленные углы тяжело подобраться все нанесли такой вот участок а тут еще уголок самое главное нанесли такой участок и теперь вы видите у нас наплывы неровности где-то тоньше слой где-то толще теперь нам надо его сделать равномерно для этого ставим кельму как на первом слое под определенным углом и под этим углом тянем на протяжении всей стены таким образом лишнее снимаем таким образом слой становится равномерный как бы вдавливаем материал поверх лишнее можете подмазать стык либо кинуть обратно в ведро не принципиально все мы получили равномерный слой на этом участке покажи ближе как это смотрится есть местами какие-то наплывчики стена нужно постоять буквально 35 минут после чего мы вернемся и начнем формировать рисунок пока чтоб не стоять делаем дальше если у вас большая стена лучше дальше не продолжать просто подмазать вот этот вот стык и подождать потому что если вы нанесете дальше объем потом вернете сюда делать рисунок здесь начнет сохнуть и вы не успеете но так как у нас стена небольшая мы и делим на две или три части и все успеваем большие стены лучше делать вдвоем потому что можно сделать стык основная задача второго слоя подытожим нанести равномерный слой и не сильно снимать материал с поверхности чтобы он постоял впитался в стену после чего у нас будет получаться красивый рисунок вы это сейчас увидите средний штрих мазочки они высохнут и вы получите очень интересную однородную такую матовую стену материал можно наносить материал в базовом цвете идет в бежеватом оттенке тоже очень хорошо смотрится его даже не обязательно тонировать он можно его наносить просто в базовом цвете и получать крутой интерьер материал легко мыть протирать реставрировать короче все то что вы не получите в случае с обоями кстати все эти нанесения можете посмотреть на нашем сайте ww обоев . нет все мы нанесли низ тоже чуть-чуть его подровняем и вернемся наверх уже формировать рисунок и так что самое главное формирование рисунка самое главное не оставлять рубцы то есть сейчас поставлю кельму сюда посреди стены у меня будет такая полоска потом не надо будет ее перекрывать короче целое дело поэтому чтобы не оставить рубцы начинаем с какого-то угла делаем один мазочек раз в одну сторону другую сторону кстати материал можно разбавить до 10 процентов с водой чтобы проще было наносить так оставим вверх постоять уже мазочки получается но слишком еще мокрая мы нанесли низ до конца образец нашу стену чистим кельму и чистой кельмы начинаем рисовать маленькими мазочками почти неприметными на объеме они потом будет видны просто хаотично в разные стороны если вам надо отсюда мазнуть ставите аккуратненько ты остается рубец потом этот рубец надо перекрыть отсюда потом этот рубец надо перекрыть отсюда и так идете скажем так заметая следы и все главное не делать большие вот такие размашистые мазки потому что она не сильно красиво будет потом если вы сделали большая вам надо перекрыть его маленьким отсюда маленьким отсюда и отсюда в общем ничего сложного в любом случае за те мазки которые вы оставите отвечаете только вы какой вам рисунок нравится такое делать мне нравится не слишком большие мазки чтобы минимально они бросались в глаза на выходе мы получили крутую матовую стену материал имеет свойства то есть в нем идет все-таки перламутр несмотря на то что он матовый какую сторону вы мазок делаете в одну сторону светлее в другой темнее это тоже на объеме вы должны учитывать именно поэтому мы делаем мазки хаотичными чтобы не казалось там пол стены темные да если буду только тут отсюда тянуть у меня будет та сторона темная тут светлая поэтому мы делаем в разные стороны сюда снизу вверх сверху вниз сбоку справа слева максимально путаем наш рисунок при этом на стену сильно не давим то есть вот здесь мне уже принципе все нравится на я буду тут еще подправил и вернулся багетику чтобы убрать рубцы если у вас стена высохла вы не успеваете можно взять как называется поливизатор или как сбрызнуть водой и тогда это вам даст еще время на то чтобы сделать рисунок если например вы делаете сами большую стену не успеваете очень полезная штука вот видите в какую сторону виду мазок в одну сторону светлее другой темнее и таким вот образом череду его хаотично получаем очень крутую такую матовую стену который очень легко делать ну все сейчас я проделаю то же самое с нижней частью и покажем вам уже финишный результат здесь уже материал готов не знаю насколько камера передает минимальные мазочки абсолютно матовая стенка когда она высохнет она станет еще более матовая и мы уже вам покажем конечный результат стена до полного высыхания где-то сутки и надо мыть стену рекомендуется уже где-то через неделю то есть неделю должна стена постоять материал как говорится кристаллизоваться как это правильно называется и тогда уже можно стену мыть тряпками каким-то моющим средством без проблем карандаши и ручки все вытирается если у вас треснет стена можно отреставрировать круче максимально стильный матовый материал мы при этом еще и очень практичный всем удачи